Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Azeroth, то лучшего шанса вернуться, уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Azeroth, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Вновь накопились различные секретики, квестики, ящики. И я вместе с вами иду это абсолютно все делать. Делаю все только на видосиках. Подходим к Дринейке. Она с радостью выдает нам абсолютно все задания. И первое задание, которое мы будем делать, стартануло на 12 ноября, это квестик у дракончика. Подойдя к нему, сдав квестик, получим следующий квест. И нам нужно будет пролететь по четырем точкам. Первая точка — это Пылающие степи. Как только мы прилетаем к нужной точке, используем свисток из сумки, прилетает дракончик, мы с ним общаемся и получаем 25% к прогрессу задания. Первая точка — Пылающие степи. Вторая точка — Бесплодные земли. Третья точка — Сумеречная Нагорья. А четвертая точка — это Мерцающий простор в Вайшире. Посетив абсолютно все места, мы получим 100% прогресса. Сдав квест, получим немножко жетонов. 13 ноября стартануло следующее задание. Нам нужно посетить пиратский лагерь, который находится рядом с зоной празднования годовщины. Сдав квест, нас отправят в пиратскую бухту. В пиратской бухте нам нужно будет найти моба «Хмурая Роза». Поболтали и ищем следующего мобца — Келси Янс. Пообщавшись с ним, он отправит нас к госпоже Гант. И рядом с ней будет находиться ящик. Вылутав этот ящик, мы возвращаемся обратно к «Хмурой Розе». Следующее задание, которое она нам даст, направлено на сбор ресурсов. А именно, ароматный рыбий жир, скорополох, малая пламенная железа, разверенный речной рак, медуза, загадочная рыба, зубатка и ведьминые ягоды. Некоторые ресурсы фармятся легко, некоторые тяжко, некоторые ресурсы дорогие, некоторые дешевые. Все можно купить на аукционе. Собрав 8 реагентов, мы возвращаемся в пиратский лагерь, который находится рядом с зоной празднования годовщины. Но вот незадача. Нам нужен 9 реагент. Рыбка. Мы также можем купить ее на ауке, либо мы летим в ледяную корону. Нам потребуется глубоководное чудо-юдо. Я решил полетать маленько, полностью показать вам этот процесс. Юзаем глыбы льда и получаем рыбку. Вылутываем все 9 реагентов и сдаем гоблину. Таким образом мы завершаем третью главу. Задание, направленное на Дренор и связанное с Аракоа Решадом, протонуло 15 ноября. Нам нужно собрать 4 перышка и нужно сделать именно в том порядке, как показано на видосике. Первое перышко – Пики Арака. Второе перышко – Таладор. Третье перышко находится в Награнде. Четвертое перышко – на Хребте Ледяного Огня. Говорят, там немного забаговано, но я надеюсь, к тому моменту, когда видосик будет опубликован, все будет окей. Далее мы сдаем квест и получаем прогресс достижения. Вечером 18-го числа Дрена и Кадаланам два новых задания. В первом квесте нужно лутонуть сундучок и отнести 5 предметов разным мопцам. Манкрику мы отдадим грубый костяной медальон. Зелье в бутылке мы отдадим синюю Гогель-Могелю. Нефритовый амулет мы отдадим Джону Джей Кишину. Потрепанный альманах мы отдадим фермеру Юну. И маленькую мышку механическую мы отдадим Карлсу. Как только мы относим все эти итомы пяти мобам, квест считается завершенным и мы его сдаем. Следующее задание делается в Пандаре. Нам нужно найти паучка в нефритовом лесу. Он будет между деревьев в зарослях. Будет блестеть, если включены нормальные настройки. Кардиналы, как всегда, на экране имеются. Летим, юзаем паучка. После того, как его проюзали, летим в вершину Куньлай. Высоко-высоко в горах будет еще один питомец, которого надо юзнуть. Максимально легкий квест. Обычное взаимодействие с двумя предметами. Задания на текущий момент кончились. Приступаем к ящикам. Седьмой ящик находится в Хиджале. Под батутом. Рядом с этим батутом, скажу я правильно помню, делался раньше квест. Нужно было помочь медвежатам. Сейчас под этим батутом мы забираем ящик. Никуда не телепортируемся, разворачиваемся, летим наверхушку ясневого леса, наверхушку горы. Там будет находиться баф. Баф будет на нас висеть полчаса. И с помощью этого положительного эффекта мы можем увидеть восьмой ящик. Сам по себе восьмой этот ящик находится в забытом городе. Летим туда. Мы не имеем права телепортироваться, иначе баф с нас сбросится. Прилетаем в забытый город. И... ищем сундучок, ищем ящичек, вылутываем его. Девятый ящик находится в награндском БКшном кристалле Ушугун. Тэпаемся в шатрат, летим в награнд, и летим в этот кристаллик. Заходим внутрь, пробегаем немножко, и забираем ящик. Мы сделали абсолютно все, что имеется на текущий момент. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok